Можно ли опрыскивать орхидею во время цветения? Опрыскивание орхидеи кажется единственным вариантом для повышения влажности воздуха, если нет профессионального гигрометра или метеостанции, но процедура не всегда заканчивается благополучной для цветка. Можно ли опрыскивать орхидею во время цветения? Да, если продолжительность светового дня до 12 часов при рассеянном, но постоянном воздействии солнца. Нет, если орхидея находится в полутени, страдает от перепада температур, либо нарушения качества полива, или же если освещение неустойчиво. В начале цветения нет, так как можно сбить плавное наращивание и раскрытие бутонов. Почему орхидею нежелательно опрыскивать? Цветоводы, повидавшие и болезни орхидеи, и нормальное развитие, знают, что для цветка создается влажная среда. Влажность воздуха для орхидеи от 60 до 80% зависит от вида. Опрыскивание орхидеи не единственный способ, как увеличить влажность воздуха в помещении. К 100% проверенным и работающим вариантам относят расположение орхидеи в горшке кашпо, поставить рядом подон с герамзитом, разместить маленький горшочек с амхом с флагнумом, либо переходной вариант кашпо с покрывным хом. Во все варианты подливают воду, которая затем испаряется и насыщает помещение с орхидеей влагой. Нюансы улажнения воздуха. В летний период влажность понижается из-за высокой температуры. Листья быстро пересыхают, поэтому опрыскивание невозможно. Но лист орхидеи можно протирать с тыльной стороны и желательно не попадать в устья, в пазухи, в которых происходит газообмен. Как правильно увлажнять орхидею в жаркий период? Опрыскивать листья из пульверизатора с мелкой сеточкой. В основном увлажнять внутреннюю часть листа. При устойчивой температуре и освещении можно направлять на внешнюю сторону листа, но не в устье. Увлажнение орхидеи в зимний период. Зимой влажности в воздухе не хватает из-за пересушивающих электропереборов. Важно не ставить орхидею рядом с отопительными приборами, не переувлажнять растения в горшке. Полим в этот период сокращается. Влажность воздуха также понижается, но несущественно. Можно оставить тот же керамзит рядом, но не учащать увлажнение, иначе орхидея начнет вянуть. Дайте растению зимой отдохнуть. Восстанавливающая процедура для листьев орхидеи Листья орхидеи обрабатывают раствором на основе янтарной кислоты. Как восстановить орхидею в домашних условиях, расписали по ссылке на сайте Tuneichi.info. Итак, основной уход и увлажнение орхидеи дома. Опрыскивание в летний период, но лучше увлажнять воздух из-под дона. Поддержание оптимальной влажности весной и осенью, а зимой сократить. Обрабатывать с тыльной стороны и редко по листу. Обтирать янтальной кислотой, если листья подсохли и увядают, вместо опрыскивания. Не совмещать с поливом. О том, как часто надо поливать орхидею, мы поделились в прошлой заметке. Ищите по ссылке. Также вы можете ознакомиться с правильной техникой полива в цветущем состоянии. Нужно ли поливать орхидею во время цветения? Пишите в комментариях, как по-вашему, можно ли опрыскивать орхидею во время цветения? Ставьте лайки под видео и подписывайтесь на канал Tuneichi.info. Субтитры создавал DimaTorzok